И всем привет и добро пожаловать, уважаемые зрители. С вами Мериллер. Сегодня видео посвящено Лиге Легенд, а точнее не просто Лиге Легенд, а конкретному моему любимому персонажу. Ее зовут Ривен. У Ривен на самом деле очень много трюков и фишек, и некоторые из них находятся по ходу даже развития всей игры. То есть у нее появляются такие внезапные бафы, которые являются просто небольшими глюками. Но в этом и интерес, наверное, всего персонажа в этой Лиге. Значит, сегодня фишки касательно Ривен у нас посвящены Хиггс флешам. И это уже, наверное, для тех игроков, которые хоть немного эту Ривен-то и знают. Дело в том, что, наверное, одна из интереснейших и хороших веток на Ривен сейчас Unsilled Simple Book за счет того, что вы можете играться на старте с Игнайтом. Вы можете часто применять флеш каждые почти 3 минуты вместо 5 стандартных. У вас Игнайт на старте чуть больше 2 минут. И если вы еще купите ботинки на понижение КДР, то у вас будет... То есть у вас по ветке изначально плюс 5% как всем КДРам это 30% Summoner Spell Cooldown Reduction плюс Lucidity это будет 40%. Достаточно интересно. Но сегодня не об этом, сегодня мы поговорим от части ветки использовать вместо того, чтобы в ветке покупать, ну то есть брать в ветке стоп-вотч. То есть у вас есть там, по-моему, выбор стоп-вотч, по-моему, долг, хотя я не уверен, по-моему, там было что-то другое, но я точно не вспомню сейчас, я не все, я в Лигу в некоторое время не играл и не изучал эти ветки полностью. А тем более вдохновение, которое я считал на первый момент вообще какой-то тролльской. А использовать именно Хекс Флэш. Хекс Флэш это такой талант, который, если у вас флэш в кулдауне, у вас скилл заменяется на Хекс Флэш. И Хекс Флэш это такой небольшой флэш, который заряжается и только после зарядки вы можете флэшаться, если зарядка дошла до минимальной границы круга, мой язык. Связано с этим, у Ривен появилось парочку новых фишек, которые первую, может быть, конечно, занерфят, но будем надеяться и крестить пальцы, что нет. Вторую и третью, ну, вряд ли они будут это нерфить, потому что в этом ничего сверх кошмарного нет. Сути Хекс Флэша в первом это применение его для даблкаста. Видите ли, у Ривен есть такая механика, как даблкаст, это когда вы можете применять два скилла одновременно. Иными словами, не просто два скилла одновременно, а именно какой-нибудь скилл и кью одновременно. У Ривен это используется с помощью нажатия Е и потом через, буквально после Е, у вас есть пару миллисекунд окно, ну, пару сотен миллисекунд, я не знаю точно, как это описать, да и конкретного времени нету. Где вы можете использовать два скилла. То есть, по стандарту вы не можете использовать два скилла, если вы попытаетесь, то это будет выглядеть как-то вот так вот, потому что скилл уходит в очередь. А это будет выглядеть как-то вот так вот. Так вот, небольшая проблема у даблкаста в том, что вы, да, вы используете два скилла, но вы тратите эффективность вашего щита. И то есть, вы буквально из-за того, что используете даблкаст, если вы используете его через WQ, то вы тратите свой щит, потому что противник находится в стане и он не тратит хп вашего щита. Поэтому в этом есть небольшой минус. Но, используя хикс флэш, вы можете использовать, делать даблкаст таким образом. Вы сначала прожимаете хикс флэш, потом сразу после хикс флэша Q и в начале анимации Q вы нажимаете либо W, либо R. Это не очень привычно, но это выглядит примерно вот так вот. И, чтобы продемонстрировать, посреди третьей Q явно видно, что я использую W. Ну, то есть, это можно использовать опять же вот так вот. И то есть, мы во время анимации третьей Q используем W или R. Если бы использовать это с первой Q, то есть, Q и потом даблкаст. То есть, по стандарту это выглядит обычно вот так вот. То мы попробуем это использовать без щита. И это будет выглядеть, возможно, так. Я не уверен, с какого раза мне это получится. Потому что это немного сложнее уже. Как-то так это выглядит. А вот тут я зафейлил. Это не всегда получается, потому что тут нужен четкий тайминг. Ну вот, в общем, иными словами, это выглядит как-то так. Но сейчас флэш на скулдауна спадет. То есть, да, вот такая вот есть фишечка. Который надо просто еще и привыкнуть. Вот. Это касательно даблкаста, используя хигфлэш. У хигфлэша для ривен есть еще одно применение. Давайте-ка мы поймем вместо вардом. Это то, откуда мы будем прыгать с третьей Q. Видите ли, у ривен раньше когда-то, очень давно, когда вард менял направление персонажа, но сейчас он его уже очень давно не меняет, была такая вещь, как она могла разворачиваться посреди третий Q. И за счет этого она могла просто какие-нибудь прыжки, как и Лисина, Грагаса отменять и с помощью ее подброса чуть-чуть проще, чем это выглядит обычно. То есть за счет того, что она могла за спину себе, как бы, указывать точку старта своей третьей Q за своей спиной относительно того, куда она прыгает. Если мы посмотрим, как это выглядит просто, то она прыгает... Ммм, да, надо как-то встать. Вот, допустим, третий Q мы не достали до цели. А теперь давайте-ка попробуем во время третий Q использовать Хиг Флэш. Как видите, мы достали и... Достали мы за счет того, что когда мы прыгаем с третий Q, точка нашего... Точка приземления третий Q, ну то есть точка приземления персонажа остается там же, а за счет того, что мы смотрим в другую сторону, а Ривен третий Q, ну то есть тамаг с третий Q-шки или ее центр, начинается относительно того, куда она смотрит, то мы меняем эту точку с переда впереди на сзади. Это не так просто продемонстрировать на самом деле, может быть в ульте это будет четче видно, хотя не думаю. Я сам не вижу точкой импакта, и, наверное, в этом скеле ее сложно видеть, но она есть, в общем, если вы очень сильно приглядитесь, то вы это увидите. Есть еще одна фишка у Хиггсфлэша, которую узнал лично я, ну то есть я подумал, раз Ривен может после третий Q-шки менять направление с Хиггсфлэша, то я вывел для этого еще небольшой трюк, который может помочь вам иногда выжить. У Ривен есть проблема то, что из-за того, что, опять же, после того, как убрали постановку варда, ну точнее постановку варда и смотреть, что она начинает смотреть тут же в его сторону, за счет этого у нас появилась небольшая проблема, то что если мы идем вдоль стены, то нам совершить прыжок через стену очень сложно, за счет того, что мы не можем так кликнуть, чтобы, ну то есть в данном случае я в принципе не могу кликнуть так, чтобы посмотреть в эту стену, то есть если я кликну за нее, то тогда я буду идти дальше в эту сторону, я не буду смотреть в ее. Какое временное решение до момента появления Хиггсфлэша было? Это то, что вы используете щит для того, чтобы указать вашу сторону, но тогда вы тратите немного мобильности. Хиггсфлэш, как мы уже сказали, меняет ваше... то, куда вы смотрите. И то есть если вы поняли о чем я говорю, то можно использовать Хиггсфлэш 3-й кью для того, чтобы смотреть в какую-то точку. И можно даже это делать в итоге на таких стенах и перепрыгнуть их вот так вот. То есть это может помочь вам прыгать через стены значительно проще. Ну тут я, в принципе, не рассчитал... Не рассчитываю на... Точку в стенах, потому что это непростые стены. И вот как-то вот так вот выглядит вот эти вот теперь пробеги вдоль стены. И я думаю, это может спасти вам жизнь, учитывая то, что вы не теряете, по сути, от этого ничего. Разве что вот этот вот Хиггсфлэш, после того, как вы его моментально применили, уйдет в КД в 7 секунд. Но что такое 7 секунд КД против... На халяву. Когда у вас флэш, конечно, в КД. Против... Против спасения жизни, причем гарантированно, и указания вашего направления. Поэтому вот какие-то вот такие вот фишки есть у Ривен. Появились, точнее, и были недавно найдены, связаны с Хиггсфлэшом. Надеюсь, тем, кто любит играть на Ривен, это будет полезно. Ну, а на этом видео наше подошло к концу. Если вам понравилось видео, то не забудьте поставить лайк. Если вы хотите следить за контентом, то подпишитесь на канал. Оставляйте, конечно же, комментарии, если есть на какую тему. А я с вами прощаюсь. Я желаю вам хорошего дня. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok